привет дорогие друзья сегодня 1 октября после дождика сколько дней один день был дождик да но мы не выдержали решили их уже приехать и проверить места смотрите какая красота нас тут сразу ждет вот только только зашли значит на черном фоне павших камышей мы сразу видимо такую прекрасную красную шляпу под осиновичка толстоногого смотри кать у нее даже ножка краснеет он катюша нашла в таких гебрях и убежала ну он уж она только кайф любит получать а трудница я должен ну что будем за ним пробираться о начало снимать а вот смотрите какой я нашла маленький но когда лезть туда неизвестно как вот смотрите а вон там вон который перед этим нашла он как раз дима лезет сюда что тут попробуй проберись да катош так сейчас наконец-то долез но еще кофту жалко сейчас у какой какой красавец катя так ну пока его так положим где ты видишь где да я рюкзаком зацепился не могу повернуться они это с твоей стороны легче туда залезть я не залезут совсем все плохо так все таки катюшка сама решила добыть его у меня кофта новая а у меня спина старая не наговаривать на ты пока почистил нету теплой кофты у меня такой грибной но взял парад на выходной и за грибами как на праздник ух ты а ну очистил как прикольно да притаи ух ты смотри какой толстый чуть-чуть а ну подожди так смотри у него даже так как у горбачева ну не знаю на коленках лезть по зырому вот так вот помните ходили в спортзале в школе заставляли долез почти что оп оп долез трофейчик держи катюш и вот смотри я хочу показать прям насколько он красив в травке с близкого расстояния я думаю что они повытыкались вот как раз от дождичка чистенькие все да даже нет смысла показывать сейчас они все чистенькие а мы было только что зашли и расстроились увидели какой то след от сапога да и смотрим что ничего не попадается смотрите какой я нашла я не пойму кто-то его потерял или что-то зима как ты думаешь что с ним не так потерял кто-то потерял кто-то потерял а мы его возьмем да а ну покажи тюну хороший и чё а чё что с ним не так потерял кто-то вот это же след от сапога теперь след весь доки да находимся доказательства ну катя один из подписчиков обещал сегодня поехать на болотце наверно вычислил люди которые дружат с компьютером им не тяжело вычислить по фотографии место расположения съемки а что тут такого это если мы выставляем фотографии в соцсети такие как фейсбук вконтакте или одноклассники то сама эта программа как бы блокирует эти данные место и время съемки а вообще файл фотографии содержит эти данные сегодняшний срез я вот еще на что красавчик мой москоп мой москоп могу его достать ох такой смотрите смотрите что я дошла академа там ходит академатом ходят и я тут нахожу главная впереди его быть ну класс какой вывод можно сделать знаешь это во первых а во вторых во вторых катюшка человек который это делал как будто забрался на мой огород и делал это очень поспешно у него даже выпадала с корзинки очередной трофеечек да катюша нашла он смотри вон в корнях да ну мы определили уже что здесь было было лицо женского пола последу сапог определили так а также это лицо было либо ленивым не хотела лезть в эти кучеря либо же торопилась ну да аж уже оставлять добро так а ты шок туда залезешь иди сюда к тебе тут коридор у тебя есть на меня на меня на меня на меня и потом сейчас справа увидишь 2 точно один прикрытый листиком совсем незаметный вот если увидите вот здесь ну шо шо у катюшки вчера защемило спину а сегодня она уже чувствует значительное облегчение потому как при виде гриба она забывает о спине вот такая вот терапия по классике этого места прям в корнях выглядывает труднодоступный в этих мангровых зарослях все такое сырое так тянешь сюда с норки и думаешь ты не грызанет те что-то за пальчик вот какой смотрите какой прекрасный кустик а в нем листиком прикрыт смотри прикольный да длинноногий катюшенька давно стала превосходить своего учителя до по количеству найденных да тут какая-то женщина уже прошла судя по следу килограмм наверно ну 60-70 ну вот встречался на пути такой солдатичек вот такой вот стой на месте ты один увидела такие огромные но ты может не те увидела но факт том что я первый увидел тихо не ходи туда я хочу первый добраться пленных три здоровые лишь бы они были свежими пригодными ю мою какие они красавцы а их так хреново видно ну я увидел потому как я в этом болоте как у себя дома а нет я просто как говорит максим по сторонам смотрите друзья вы сейчас просто попадаете садитесь на стульчик на диванчик и так иди сюда помогай ну не подходи до без моего разрешения смотри смотрите первый это вообще что-то с чем-то он же уже не красный он бордовый я ору на весь лес специально чтобы все разбегались отсюда подальше смотри какой а ну скажи что-нибудь приятное так ладно следующее там один вообще такой же лопатый же я шоке можно называть это видео шок смотрите еще один а большой да она десерт вижу грусть все потому что они ждали именно меня они тебя вот этот вообще нереально достать просто нереально тут надо топором с пилой за ним идти так он тут слегка уперся шляпой в эту веточку сейчас попытаемся его извлечь не получается одной рукой работать катя вот эту березу надо просто подвинуть как бы его так что так об есть сломал отломал ну-ка отломал ножку белоснежную белоснежную смотри какой вот это шок да как покраснел там да я вижу что какая-то мышка его попробовала вот бывают какие сокровища прячет такой этот валежник не хочу я здесь останусь я надеюсь этот грибник который здесь уже пробежал смотрит это видео и радуется за меня нет ну человек так выражается допустим я вчера смотрел нет тут же все не понимаешь тут такое это специфическое чувство какое-то такое специфическая зависть белая не ну как бы там есть конечно нотка досады у тебя там нету или что это происходит не с тобой но надо вообще разобрать слова зависть все таки ты права зависть это плохое чувство если верить википедии то зависть социально-психологический конструкт концепт охватывающий целый ряд различных форм социального поведения чувств возникающих по отношению к тем кто обладает чем-либо материальным или нематериальным чем хочет обладать завидующий но не обладает по словам далее зависть это досада о чужом добре или благе завидовать это жалеть что у самого нет того что есть у другого вот это плохое поэтому не бывает это прям белой завистью это даже грех завидовать да нельзя такую формулировку такой белой зависти не вообще не должно быть вот такой результат из друзья с моего болотца идем же на чужое заходим же на чужое болотце и сразу же видим наверное от березовича я так думаю уже старенький старенький какую сторону катишь пойдем там стоит машина в той стороне ну что пойдем к ним туда мешать или пойдем другим мы никогда кстати здесь находили влевую а я что я нашел смотрите его тут не видно совсем опа красота какая смотри кать а ну держи зайчик что-то у него шляпка какая-то темная под шляпкая темная под шляпе посмотри хоть не морозом там мороза же не было вроде ну срез срежь его срежь ножку посмотри и пока там срезай я вот ношу маленького смотри катя хорошего начиналась и начиналась ножка с червя хороших хорошеньких катюша я раньше за такое знаю что жестоко накладывал кого или скажи кого катя а что это за чудо за гриб хоть что это за гриб такой это шампиньон шуль два даже на березе растут я их брать не буду похоже они какие-то на дереве растут я такие боюсь брать катюш ташу боюсь у ты без меня там все грибы не понаходил катя я такое вижу ты бы знала и я думаю уже все увидели кроме тебя так он там не один я тебе хочу сказать иди сюда катя тут на все хватит тут на все хватит вот под осиновики а вот под березовик торчит тебе под березовик смотрите какой красавец какой статный мужик и нога куда идет катя сотри смотрите как цыкала с лолитой а то под березовик тоже неплохой коде и люблю жареные под березовички ароматные шикарные почему делаю самую грязную работу катюш это твой крест пипец он по локоть мне или по колено лолита катюшка наша побежала дальше в поисках своего счастья я свое счастье обрел в этой тихой заводе вот тут она как бы такая заводь от болотца посмотрите какой праздничный окрас ее мою прекрасный скажу вам честно молодые под осиновички не так вкусны в жареном виде как такие уже шлепари взрослые я люблю зрелых я говорится катюш ты ж далеко не уходи это тоже видите как он вообще мог такой вырастет не понимаю ну наверно уже не очень свежий ну все равно только посмотрите на это дима а я люблю такие шлепари потому что смотри так ты его потрогай ты потрогай о блин шуту торчит там давай потом почистим вот это желтый ты пока тут почисти катюша я пойду покажу зрителям кое шоу еще хорошего мы по моему протупили скатель взяли одну корзинку ну придется возвращаться к машине вот такой красивый румяный смотри какой румянестый да я думаю хороший он на жарюху пойдет только так да да он конечно не молодой но я уже говорил что я люблю зрелых смотрите мы тут стоим и не видим котята тоже чисто нюш не видим что прямо рядом торчит а потому что он просто спец по маскировке камышах смотрите прекрасный на зайчик там люди уже кричат возле нас я думаю что нам надо кричать громче чтобы они испугались там уже он там уже ломаются ну не все ж такие глазастые как ты так вы пошли тяжела корзиночка мы с катюшкой очень нерентабельно используем человека часы потому как ходим друг за другом я ее погнал туда дальше дальше от болотца и тоже там попадаются смотрите первый мухоморчик мне попался я еще их не видела а вау видите какой симпатичный катя буквально рядышком нескольких метров ходят люди а мы здесь натрапляем на ось такую красу так мы шо люди прям в двух метрах от нас прошли мы выпрыгиваем эту жахливую поминку долю да катюша сейчас мы пойдем и и отнесемо корзину куды до автомобилей а я два три они что сюда не дошли не катюшка прям в камышах торчат а ой смотри тут сколько какие засранцы прячутся в камышах а я думал что у них но там в зеленой такой тралке семейка одного наказали он просто вырос и решил жить своей жизнью да смотри это какой-то прилипим вообще левый да какой-то ничего страшного мы их выварим уже со всех сторон люди кричат пора так смотри он прям в грибе в грибу ну ничего брешь хватит уже мясом разбрасывать он придаст пикантности рассыпались ну ничего хорошо здесь у меня одно заветненькое местечко но надо поторапливаться надо быстренько выгрузить все в автомобиль и туда потому как не вмещается уже ну шо крыки уже все ближе и ближе шоу побежали уже бежи быстрей Катя пока бигла волосся на ветках поставляла и Субтитры сделал DimaTorzok